Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня в пользу Брозе. Штрэээбух! Здравствуйте, рыбитушечки! С вами Расхититель Помойки. Да, помоечка радует, а вы как думали? Сегодня я вам покажу, как надо правильно разрывать кормилицы, и как извлекать и зарабатывать на находках из помойки. Усаживайтесь поудобнее, вы этот контент заслужили целиком и полностью. С вас вы знаете, что под видос поставьте. Ну и напишите в комментариях, что вы вообще самое ценное находили в своей жизни. А из тех, кто напишет этот комментарий и прикрепит там ID в БК или Инстаграма для связи, я среди тех, кто это напишет, разыграю 5000 рублей на втором лайв-канале. Ссылка на лайв-канал в описании. А также подпишитесь на мой Инстаграм, чтобы всегда быть в курсе того, как меня радует помоечка. Я иногда роюсь без камеры и подснимаю сторисы в свой Инстаграм. Вы знаете, как вот эти кивны и кегли взрываются? Это жесть. Если хотите увидеть видос, где я буду надутые кегли расстреливать рогаткой, то также поставьте обязательно на этом видосе лайк, что я был в курсе того, что вы хотите увидеть этот контент. Опа. О! Блин, думал, чуть-чуть осталось. Обычно, когда бутылку вот так затыкают, в ней вина остается. Или у другого какого-то напитка. Нихера себе, Димон! Это одноразки, походу. Ребят, капец, кто-то вот столько денег на них потратил. Они же дорогие, попец. Я тоже их покупал. Они в районе тысячи рублей стоят за одну штучку. Почти все, походу, с зарядками, ребятки. У нас их покупают по 50 рублей за одну штуку. Их, по-моему, что-то там кто-то перезаряжает и продает дороже. Охренеть, сколько их здесь. Эшкуди вообще, смотрите, какой здоровый. Эшкуди Макс. А это вообще с какой-то кнопкой. Не знаю, что оно там переключает. Может, вкусы переключает? Доктор Пеппер, Ред Булл. А, ну да, походу, вкусы переключает. Это если по 50 рублей у нас их покупают, то... Раз, два, три, четыре. 17, 18. 18 одноразок, ребят. 50 умножить на 18. Это сколько? Дим, 50 на 18. Сколько будет? Не знаю. Так не просчитать. 55 умножить на 18. Да, ну мы тупые, жесть. Ребят, напишите в комментариях, сколько мы заработаем на этих одноразках. Потому что я тоже школу прогуливал, математику вообще не знаю. Любимая кормилица. Посмотрим ее содержимое в ребятушечке. Опа. Что это такое? А, это вот для ножей, наверное, подставка. Сюда ножи вставляются. Ну, вроде бы, да, это для ножей. Слушайте, прикольная штучка я домой заберу. Буду ножи туда вставлять. А то у меня подставки нормальные, для ножей нету. О, какой-то кроссовок. Что, реально? Ребят, New Balance оригинальный вроде бы, да? Кожаный. Так, какой размер-то? 44, ребят. Это мой размер. Ребят, капец, это уже вторые New Balance, которые я нахожу в помоечке. Надеюсь, это второй я найду. Опа. Ну, тут еще Nike, Air Max. 38 размер. Тесно оригинал, нет. Да что-то не похоже на оригинал. Бир какая-то супер подозрительная. О, а вот и второй New Balance. Ребят, реально кожа, видите, подзасолилась. Потому что кожа, она засаливается. Нормальные New Balance реально. Обалденные. Правда, вот, что-то я сомневаюсь, что это оригинал. Ну, хрен его знает друг реально оригинал. Ну, качество вроде хорошее. Мне нравится. Что, заберу себе, отстираю, буду носить. Помойка обувает, как обычно. Опа. Опять обувает. Да блин, сколько можно-то? Помойка всегда хочет меня обуть. Сороковой размер. Вообще, с Алиэкспресса, походу, обувь. Самое интересное, что они целые полностью, ребятки. На липучках такие типа кеды. Прикольно. Сделаны как будто из этого, блин, пальто. Нормально. На продажу заберу. Блин, как же я люблю помоечку, ребят. Обувает, обувает постоянно. Одевает, радует, находками, кормит меня. Обалденно. О, епейки, опять еда, ни хера себе. А вот это было неожиданно, ребят. Смотрите, бананы вообще хорошие. Ну, посмотрите, ну в каком месте они гнилые. Они идеальные, ребятки. Редисочка, пацаны. Редиска нормальная. Хорошая редиска. Яички, но яички я не беру с помоечки. Лучок. Кусочки сыра. Помидорки. Хорошие. Смотрите, какие они вообще идеальные. Помидорный виноград это. На салатик, менее, ребятки. Вот это кушечка. Вот это я дома салатик поем. Сосисочки вот тут. О, дары, кубани, вишня, яблоко. Вот это я, наверное, сейчас попью. Срок годности до 30-го, 07-го, 22-го года. Обалдеть, это сок тупо свежайший. Бананчики свежайшие. Помоечка дарит легкий перекус. Сейчас попью сачка и закушу бананчиками. А вот это заберу домой. И редисочку домой. И вот это, что это? Да ноны. Продли свое лето. Ага. Зерновой творог. Ммм, мой любимый, ребятки. До 21-го числа 10-го месяца. Да нормальный он. Сейчас буду есть. Сейчас уже времени много. Часа 3 дня и время меня обедать. Потому что я только завтракал. Ммм. Обалденный, ребятки. Он свежайший. Ложки не хватает. Буду есть как-то так. О, вот этой штучкой сейчас поем. Из нее можно ложку сделать. Вот так вот. Вот это уже терложка у меня. Помойка дарит обед. Я не буду ни с кем делиться. Не буду. До дна. До дна. Настало время бананчиков. Смотрите. Ну офигенный же. Ну спелый. Ммм. Шикарный. Пробуем сачок. Он не запечатанный. Я думал он запечатанный будет. Пахнет томатами. А ну-ка проверим. Ничего там не плавает? Нет. Ничего не плавает. Дары Кубани. Ништяк. Правда он какой-то разбавленный как будто с водой. Но за бесплатно пойдет, ребятки. Я все эти бананы съем. А кто из вас кушает, всем приятного аппетита. И ни хера. Один мешок. Кстати, мешок классный заберу. Мешок мне пригодится. Тут еще какие-то шмотки раскиданы непонятные. О, брючки прикольные, кстати. А что, брюки я возьму. Вот еще штаны. Ничера себе, ребят. Да нормальные тут шмотки. Забираю. Столько тут всяких брюк. Да сейчас модно в них ходить. Ну все женское, ребят. Вера мода вот какая-то. Ну они вообще хорошие, эти штаны. А мешок, ребят, вообще шикарный. На рынок с таким ехать. Я в него столько накидаю вещей с помоечки. Собирался забрать только один, а второй мне бесплатно в комплекте. О, неожиданная игровая находка. Это киберспортивное геймерское кресло. Ни хера тут нет. Кроме вот этого чайника. Ух ты, хорошенький. Ребят, он мне не нравится. Витек этот забираю. Классный чайник. И на вид прекрасный. Ух ты. Какой медведь тут сидит. Мишка такой грязноватый, но целый. Огромный. Вы представляете, сколько такие медведи вообще стоят? Такой мишка тысяч пять стоит в магазине. Если его отстирать, то можно было бы домой забрать, допустим. Но я не фанат плюшевых игрушек. Нафиг он нужен такой огромный? Он столько места занимает. Это пылесборник. О, ни хера. Ребята, адидасики. Ребята, Рик. 43 размер. Капец они, это гамбурги. Ребят, вот это топовые лапти. Качество вообще обалденное. Сельки только сняли. А что их выкинули-то? Подошва целая. Охренеть, ребят. Я знаю, кому их подарю. Обалденные. Просто пушечные. Топовые ребятушки. В отличном состоянии отстирать. Их будут вообще как новые. Так, а здесь что? Я думаю, надо в эту помойку залазить по-любому. Вот. Сказал же, тут что-то есть. Джинсы какие-то. Ушатанные. Жесть. Как так можно джинсы носить, чтобы мотня так треснула? О, там какой-то медный кабель. Медь я собираю. О, смотрите. Что это такое? А, это какой-то вот вентилятор для маникюра или что-то такое. Ёбку. Модель НДС-001. Вентилятор с проводом какой-то для маникюра вроде бы. Для сушки ногтей. Вот что-то такое. Здесь что? Опа. Это, ребят, стерилизейтер. Это вот тоже в маникюрной теме используется. Короче, я не знаю. Надо он мне? Нет. Мне кажется, он мне нахер не нужен. Хотя, пригодится. Заберу эту коробочку. Я даже знаю, для каких целей она мне надо. Вот это было неожиданно. Вот это новые колготочки, ребятушки запечатанные. Женские. Кайф. О, еще пачечка колготочек капроновых. Носки с уплотненной мятной пяткой. Мятной натуральной. Это носки, оказывается. Я думал, это колготки. А там еды много. Вот это я приехал по адресу ребятушечки. Помоечка кормит. Ой-ой-ой-ой. Сколько тут перцев. Подгнивших, вялых всяких. Здесь что-то тяжелое. О, лук там имеется. Вот луковицы. Так, мне надо что-то повкуснее. Вот, к примеру. Кусочки виноградика, перцы. Яблочек немножечко. Ммм, нормально его сейчас, смотрите. Пообрезать и можно хавать. Помойка дарит витамины, ребятки. О, вот это я уже люблю, ребятушечки. Сейчас еще повыбираю себе бананчиков. Песня, вот, нормальные, ребят. Смотрите, бананы вообще годные. Перец на салатик. Ммм, песня. Опа, ребятушечки. Есть, а тут есть. О, вентилятор. Точнее, то, что от него осталось. Его разбили и забрали медный кабель. Дворники, наверное, меня опередили. Здесь какая-то кожаная куртка, кожанка, походу, висит. А что такая солидненькая, еще пойдет. Тяжелая, ребят. Но это точно не натуральная кожа, вот видите. Вообще она вся разваливается. Ого, ни хера себе, ребятушечки. Помоечка опять одевает. Курточка вот такая прикольная. Нормальная еще носить и носить, ребятки. Штани на меня пойдут? Пойдут на резинки, как. Классные, блин. Заберу для помоечки. Буду по помоечкам у них ходить. Нифига себе, US Polo. Ребята, это Polo. Обалдеть. Модники, если меня смотрите вы, завидуете мне. Помойка одевает меня в Polo. Носки всякие. Ребятушечки. Носки я беру. Носки мне не надо. О, галстук такой интересный. Тоже возьму. Вот это все забираю, ребят, на продажу. Вот эту кучу. Опа, это что такое? Дезинфектант. Дезинфекция и мытье любых поверхностей. Вот это надо. Опа. Ребята, новая аптечка. Аптечка первой помощи. Фест запечатанная. Автомобильная. Охренеть. Салфетки. Вот они здесь. Целая пачка. Опа. Есть ли тут чем поживиться? Какая-то сумка. А нет, это рюкзак. Что он целый? Почему его выкинули? Состояние вроде хорошее. Но молнии работают, ребят. А, все, я понял. Молния расходится в нем. Из-за этого выкинули. Вообще это можно починить, но тут тоже еще молнии жопа. Был бы этот какой-то бренд дорогой, я бы взял. Так оставлю. Кто-то заберет, кому надо. Опа. Нихрена себе, ребят. Это что такое? Это что такое? Брессер. Что это, ребят? Я такое ни разу в жизни не находил. Какое-то стеклышко выпало. А, там походу созвездие какое-то. Ребят, я понял, что это такое. Это какой-то типа проектор, в который вот эти вот штучки вставляются, линзы. На которых созвездие. Здесь настраивается зум. Балденная хрень какая-то. Никогда такое не находил. От бренда Брессер. Вот здесь линза, камеры какой-то. А от чего оно работает? На батарейках? Да. Чисто на батарейках такой светильник с созвездием. Охренеть. Вот это реально меня помоечка удивила. Очень неожиданно. Такое никогда не находил. Обалденная находка, ребят. Я у себя в комнате поставлю. Я подумал, это камера наружного видеонаблюдения. Только она какая-то огромная. Опа. О, Димон. Здорово. Че ты, как ты? Нормально. Ничего, как. Прикинь? Зацени, что нашел. Я думал, это камера наружного наблюдения. А это такой светильник, куда линзы созвездий вставляются. Прикинь? То есть это типа такой проектор звездного неба. Ага, не приятно. Вот здесь линза с созвездием. Видишь? Там, наверное, еще может, кстати, в этом пакете, еще эти есть линзочки. Что здесь? Ребят, тут какая-то земля, а в ней какие-то яйца. Сколько Дима алюминия нашел? Ну, алюминий мы собираем. Это, кстати, для кофе эти турки или как там кофе заваривают. Кивики, ребятки, кивики. Кивики. Нормальные кивики. Обалтеть возьму. Мыльнорыльные у ребятушки. Гель алоэ вера подходит для ежедневного ухода за лицом и телом. Не, нахер мне эти гели. Чего? 2004 год. Капец, оно просрочено. О, шмотки. Вы нас с хата или что? Че это такое? Штаны НАСА. Ребят, штаны, написано на них НАСА. Это вот спортивки такие пойдут. Носить можно. Заберем, они теплые, Дим. О, так давай одевай сверху, будет теплее. Прямо здесь. Ребятки, помоечка одевает. Дима решил сразу утеплиться, потому что он в одних штанах, и они все драные. Штаны реально Димону подойдут. Он сейчас их оденет, не отходя от кормилицы. О, кайф. Ну все, теперь можешь в этих НАСА штанах в космос лететь. Идем с Димой на закрытые помоечки. Туда на скутерах не проехать, но пешком можно пролезть под шлагбаумом. Тут секретные кормилицы в любитушечке. Сюда конкуренты почти не ходят. Тут только местные дворники разрывают, кормилицы. Дима, кто первый, того и находки. Какой шустрый, блин. Опа. Пакет сумма. Куда лезешь? Сюда не лезь, тут все мои пакеты здесь. Ой-ой-ой, что у нас тут? Вазы какие-то. Это боксы для хранения носков. Шортики сексапильные. А что это такое? Ортопедический корсет. Но он подразорванный, Димон. Его не купят. А вот и вторая секретная кормилица. Сейчас я к ней подойду. С этой стороны. Что ты там нашел? Алюминий. Охренеть. Ребят, что это такое? Дима нашел. Смотрите, что. Дима говорит, это тарабайдовеческий планшет. Я его пытаюсь включить. Сколько он стоит? А некоторые больше сотки стоят. Больше ста тысяч стоит? Да, да, да. Да ну нахер. Слышишь? Обалдеть, ребят. Бренд, короче, Зебра. Ребят, если он работает, то мы сейчас столько бабла заработали. Ребят, я в шоке. Обалденная находка. Так, пытаюсь включить. Ну, тут, наверное, аккумулятор сел. Ну, я надеюсь. Экран целый у этого прибора. Как его заряжать? Я вообще не понимаю. А вот батарея вот так снимается. Ребят, жесть. Короче, наосваливать. Дима взял эту тему с этого бака. А это, наверное, спрятали местные дворники, короче. Прячь в карман. В карман прячь. Прячь куда-нибудь, чтобы не забрали у нас сейчас. Давай, давай, под куртку в штаны засовывай. Да быстрее, давай, блин. Ребят, жесть. Там тысяч... Наверное, 20 мы заработаем на этом планшете. Алюминий, бери, блендер. Не, ну, блендер-то поломанный вроде. Так, а где? Это от него насадки? Ребятушечки, ну вот еще и блендер с насадочками. Нормально. Забираем. Все, Дим, пошли быстрее отсюда. Бери этот алюминий. Че ты там гнешь? Пошли быстрее, блин. Местные дворники сейчас, короче, нас увидят. Жопа нам. Ребят, ну вот это куш. Даже если эта тема не рабочая, 1025 точно мы заработаем. Это очень дорогой прибор. Этот прибор используют товароведы в магазинах. Вот тут есть сканер. Они отсканируют товары. Это как мини-компьютер. В этом компьютере база данных, всех этих штрих-кодов и так далее. Короче, это очень востребованная тема в этой, в торговой индустрии. И плюс это очень дорогой прибор. Одна из моих фаворитных помоечек на районе. Куда полез? Ты че? А мне? А мне? А мне? А ты? Аккуратно. Че это там? Это лапоть. Это за вот это мы дрались с тобой? Это с рынка лапоть. Качество дерьмо. Ну, кстати, мой размерчик. Мы дрались с тобой за трусики. За женские трусики дрались. О-о-о. Ой-ой-ой, чувак. Это пиджак. Стоп. Давай вот это, ребятушечки, топ находка. Это я буду одеваться. Ребята, тут что-то есть в кармане. Жвачек немножко. Ручка может пишет. Бери жвачки, по-моему, пожуешь. 100 лет ЛМЗ. Ленинградский металлический завод. А мне? Че тут еще есть? Ребят, тут вообще как походу. Проверяй везде карманы. Я тебе говорю, тут можно что-то найти. Ребятушечки, этот костюмчик мне будет очень сильно подходить. И я буду в нем ходить по помоечкам. Сказка. Нашел себе новый костюмчик. О, шапки. Шапки, шапки, шапки. Берем. Шапки сейчас покупают. Сейчас на них спрос. Этот шарф. Рукавичка. Есть еще одна? Вот еще шапка. А это что? Салфетки. Дим, дай мне пакет. О, нифига. Это Уги. Это сейчас купят их. Это Уги. А это что? Подожди. Жакет женский. Резервит. Ммм. Бренд нормальный. Можно взять. О, нифига себе. Топа чечер, ребятушечки. Это мне. Мне надо. Опа. Нифига, ребят. Тут, походу, кальян. Ребят, кальян. О, шуба. Нихига себе какая. А что это за шуба? Шуба-куртка какая-то. Охренеть. Где им кальян там? Доставай кальян. Но вот эту шубку купят по-любому. Ребятушечки, шубу надо как-то бакать. Только она какая-то странная очень. Забираем. Зато очень теплая. Может я в ней зимой буду по помоечкам ходить. А как она закрывается? Это даже не шуба. Это подкладка от шубы. Да, это не шуба. Это подкладка от шубы. Еще верхний чехол на шубу где-то должен быть. Дим, а ты там, ну, чехол на шубу не находил? Это не шуба. Это подкладка под шубу. Ребят, охренеть. Это в этом пакете было. А я думал, что там такое тяжелое? Баночка козла, пивасик, ребятушечки. Помоечка дарит то, чем можно опохмелиться. Закинь. Ребята. Охренеть, триммер. Я такой уже находил, кстати, недавно. С блоком питания. И тот, который триммер я ношу, он слегка тупой. Может этот будет поострее. Буду этот тестировать на своих яичках. Потому что тот триммер, который я доходил до этого, мои яички не состригает нормально. Вот Дима какой, а, шустрый. Ничего нет. Едем дальше. Ладно, подойди сюда. Чего? Короче, тут такая история. Ребята, один высокий, другой такой длинный. Которым ты вроде бог задолжал. Они попросили меня слить. Как-то так. Что слить? В смысле? Мою геолокацию. Для этого они мне дали вот эти вот часы. Чего? Это рыжий и еврей, да, которые? Да, да, да. ЕВГ канал. Вот эти вот часы дали. Они отображают твою геолокацию. А, типа они хотят сейчас меня как-то вычислить, что ли? Да, 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 да. А зачем? Какой смысл? Не понимаю. Если они в очереди бокс просто ждут. Да, короче, сейчас поедем в гараж-то, а надо бокс собрать. В срочном порядке. Вне очереди. Короче, я эти часы одену и пусть приезжают. Мини похуй. Моя совесть чиста. Бокс я им отдам. Чего мне бояться-то? Во, блин, хитрые жуки какие. Сможешь мне одеть эти часы? Ребят, вы понимаете, что происходит? Меня сейчас, по идее, выследить должны. Ребята с канала ЕВГ, Жека и Еврей. Ну, пусть выслеживают. Посмотрим, что будет. Я с камерой все равно буду все снимать. А они что, типа тебе денег предложили? Сколько? Две тысячи. Две тысячи? Да. Заплатили уже? Нет еще. Ах, жесть. Ну, мы им не будем говорить, что ты признался. Ну, молодец, спасибо тебе огромное, что ты реально, ну, как бы предупредил меня хотя бы. Как настоящий друг поступил, спасибо. Поехали дальше. Все, ребят, будем ждать облавы. Меня хотят вычислить. Часики-то с GPS-ом. Жесть. А мне, а мне, а мне, что там? А тут сумка тяжелая. Сумка тяжелая, говорит, а ну-ка. Ну, сумку вот эту, в принципе, взять можно. Находки складывать. Ну, вот для находок сейчас она очень удобная. А половинка арбузичка. В прошлый раз, ребятушечки, вот здесь мы находили арбуз и ели. Ну, ложку надо найти. Я знаю, что я буду вместо ложки использовать. Не перчатку. Я вместо ложки буду использовать очки вот эти вот. Ну, а что делать, ребятушечки? Если есть лишние очки, можно и арбузами похавать. Они, в принципе, чистые. Сердцевинку сладенькую. Вот так. О, о. Он нифига не кислый, очень сладкий. Ну, все, ребятушечки, самый сок я съел. А остальное оставлю бомжам-конкурентам вместе с очками. А тут есть чем поживиться? О, шмотки какие-то. Чего? Ботинки? Кожаные, да? Офигеть, ребят, это футболка лакост. Лакост? Прикинь, да. А рик? Да, походу, да. Не, ну футболочка, это просто писк, ребятушечки. На меня даже налезет. Буду сам носить, забираю. Лакоста, это очень дорогой бренд. О. Дэвид Джонес, ребят, это... А, сумка дорогая. Ну, блин, она из Дармантина. Никто не купит его из-за этого. Чё за херня? Чё за х... Дим, это чё за х... Побежали, быстрей. Куда? Меня скутер угоняет. Вон поехал, какой-то дебил. Дим, вон он едет, блин. Дим! Всё, я не могу уже. Это эти, что ли, ЕВГ? Да. Нормально. То есть они меня, короче, решили выследить. Для того, чтобы украсть скутера. Но я надеюсь, что это они. Смотри, он туда поехал. Пошли вот так. А не ты, охуел ли? Чё скутера забирать? Здорово. Здорово, пацаны. Привет. Нормально вы так. Я уже думал, что это... Знакомые люди хотя бы. Свои люди. Привет. Здорово, здорово. А это Женя, да? Это Жека, да. Это еврей. Я тебя потерял, что ты где? Я только круг сделал. Я всё снимал. Я вортул так снимал. Жесть. Это пранк или чё? Жека, ты гондон, говорю. Чё за херня? Мы приехали поговорить. О чём? Ну, давайте разговаривать. Где сюрприз-бокс? Сюрприз-бокс? Понял, как мы тебя нашли? Да. Думал, я не в курсе? А? В смысле? Ну, прям он. Я рассказал уже всё. Ну, что, про нас вообще? Конечно. Ты думал, короче, он, ну, чё, меня подставит, что ли? Ну да. Мы ему тебе деньги заплатим. Мы же тебе денег, ну, тысячи две. А деньги, это не цена вообще. Ты чё, он мой друг, мы с ним дружим, блин. Он, ну, не продался бы ни хера. Чё, сюрприз-бокс надо? Год прошёл, что рыбух. Ну, я же говорил, что очередь. Ты кинул человека, Жека год ждал, деньги тебе заплатил? Заплатил. Бокса нет, денег нет. Ну, очередь большая у меня. Ты думаешь, легко эти боксы собирать? Ну, прошёл год. Нелегко их собирать. Нормально собирать. Нелегко. Мы показывали, если тебе эти вот эту гору насобили. Да, два пакета и сумка. Вообще быстренько. Так тут одна херня, ты думаешь, тут ценная есть? Вот одни шмотки. Чё вы хотите? Ты думаешь, это я в сюрприз-бокс засуну, шматьё вот это драное? Это на продажу всё пойдёт, пацаны. Вот жвачки нашёл. Чё это я в бокс положу? Вот камеру нашли скрытую. О, нифига. Вот это ещё можно в сюрприз-бокс засунуть. Так, блин, бывает целый день походишь, нихера не найдёшь. Вон, одни шматьё вот это вот находятся. Всё, для боксов нихера нет. Вот и от этого и очередь. Если б я кинуть хотел, я б вообще вам на сообщение не отвечал даже. Ты, Жека, не пытался обмануть, да? Не хотел. Не хотел я. Была жёсткая очередь. Да, у меня гараж, по-моему, сгорел ещё. У меня, знаешь, сколько дел было? Вообще, ну, типа, не до боксов мне было. Чё ты делаешь? Подожди, а почему ты даже мне сказал, что подожди, Евгений, я тебе потом отправлю? Как это будет, не знаю, пообещал? У меня личка ВК завалена. Так, где не надо, верни ему после этого. Могу вернуть. Могу хоть сейчас вернуть. Не надо деньги. 5 тысяч могу. Бокс хочешь? Да. Ну, я попытаюсь сегодня собрать, конечно, пацаны. Да вы знаете, что сделаем, что работают? Прямо сегодня, прямо сейчас. Прямо сейчас? Ну, не факт, что я смогу собрать. Как это можно всё договориться? Мы приехали с ИКБ специально к тебе в Питер. Жесть. Да, прилетели с ИКБ, прилетели в Питер. С самолётом? Угу. Ну, пацаны, короче, я только могу вам единственное предложить. Вы можете сами разорвать помойку и извлечь оттуда сюрприз бокс себе собрать. Сами? Да. Порыться сами? Ну, а чё? Почему бы и нет? Это ж интересно. Пока мы сейчас ехали, у вас очень красивые баки мусорные. Да. Культурные красивые баки. Ну, и вы сейчас будете культурно красивенько разрывать их. Хорошо, а ты можешь нам дать переодеться в другую одежду? Ну, да, у меня ж дохера всего в гараже. Шмоток. Вот я сегодня шубу нашёл. Оденешь шубу. Да, шуба, кстати, дорого выглядит. Мы смотрим, что так ля, прям как... Ну, зато тепло, мне пофиг. Дорого, недорого, зато бесплатно. Так, 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 так. То самое великое, легендарное место. Помойка кормит? Да, помойка кормит. Помойка кормит? Меня она кормит, одевает. И дает неожиданные сюрпризы. Да. Короче, пацаны, я сейчас вас решил переодеть, потому что вы в чистом, но вы сейчас испачкаете. Сейчас я вам дам одежду и пойдём на помойку. Вообще, я бокс для вас уже собрал, если чё. Вот он здесь. Вот ваш бокс. Но я вам его не отдам. Я его сегодня с утра собрал. Когда узнал от Димы, что вы, короче, решили за мной проследить. Когда он мне показал эти часы, я охерел. Думаю, вот вы вертихвосты, блин. Чё задумали, блин, непонятно. Но я обалдел, конечно. Но я решил всё перевернуть, вот видишь. Поэтому вы сейчас будете рыться в помойках. И собирать сами будете сюрприз бокс. Хорошо, нехорошо. Давай мы испытаем, что ты испытываешь. Сейчас, сейчас, да. Это власть его добра. Да. Я знаю, ты знаешь, ты всё, ты и браслеты, игрушки, техника всякая разная. Это же, правда, всё очень интересно собираешься. Вот находки, вот я говорю, ты какие-то эмоции испытываешь, когда ты собираешь такие вещи на помойках? Азарт, дикий азарт, конечно. Это азарт получается. Да, потому что... Вот видите, друзья, вот сейчас это получается кайф, азарт. Собираем такие вот вещи на свалке. Мы идём в магазин, покупаем эти вещи. Наушники, что-то ещё телефона. А он на помойке-то находит и кайфует от этого. И помойка, вот смотри, сколько всего дарит. Это всё с помойки. Телефоны, планшеты. Так, я вам тогда сейчас найду зимние куртки какие-нибудь. Кто в комбинезоне пойдёт вот в таком модном? Давай мне комбинезон. И кроссовки вот эти. Самый модный будешь. Вот и всё. Вот и шапочка теперь. Шапочку мне жёлтенькую. Во, смотри, давай. Смотри, смотри какой. Или вот эту могу дать кому-нибудь. Ля какой. Рубитушечки, ля. Штребор. Да. Среди вот именно отходов, пищевых отходов, как найти то, что у тебя вот есть в гараже наушники, браслеты, колонки, айфоны. Это всегда бывает. А это же как у тебя вот ровет? Как это? Э! Что-то ко мне хотят. Долпа. Не, это мой знакомый. Точно? Да, да, да. Надворник сказал, чтобы мы тут не сорили. А? Что у вас? Короче, ты спрашивал насчёт того, как определять пакеты. В основном есть два бита отходов. Отходов. То есть пищевые отходы это вот, смотри, видишь? Тут туалетные бумаги эти штуки, сытные памперсы вот с какашками детскими. Ну и всякие очистки там и так далее. А есть другие виды отходов. Это вынос из хат. Я это так называю. Это когда, короче, делают генеральную уборку в квартире. Да, вот, да. И когда делают генуборку, тогда выкидывают электронику, понял? Какая-то банка. Степах, научи рыться в мусорке, пожалуйста. Давай, сейчас запрыгиваешь карасиком вот в этот бак. Это одна из моих любимых кормилиц. Тут надо знать элементы паркура, понял? О, конкуренты лезут, блин. Хотят забрать у меня находки все. Сразу какой-то пакет с какими-то штуками интересными. Нормально, нормально, смотри. Ну тут повыбирать можно что-то по-любому. Всякие сережки. Может серебро я тоже нахожу. На. О, нифига себе. Крепление для телефонов в машину. Нормально, годится, давай. На. Ну, наход пригодился, конечно, у ребятушки. Сейчас скоро зима, сейчас снег пойдет. На скутере уже по помойкам не поездишь, поэтому луноход уже пора использовать во все тяжкие. Подъехали к следующей кормилице. Конкуренция? Это конкурент, да, дворник. Ну, гоняй, только, по-моему, шваброй по горбу получишь. О, 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 смотри какая находка, находка, фен. Обычные были БТВ-отходы, и тут фен лежит. Поздравляю тебя, это твоя первая электроника на помойке. Да, кстати. Спагетти. Спагетти, смотри, нормальный, годный спагетти. О-о-о, чуваки, с начинкой. С начинкой кокосовой. А это что? А я дорогущую печу, блин. Это пахта дорогущая. Чувак, доритус, начос. Не знаю. Вот еще. А это колбаски. Колбаски? Тема, целая, Тема, целая? Да, это Тема с гордома. Ребятушечки. Тут еще есть три корочки с соусом. Нямцы. Вот еще колбаски. Пацаны уже вошли во вкус, рвут кормение, как в последний раз. Мы для конкурента теперь, Штребах. Мы для конкурента. Ну, кайф вообще, шикарно. Смотрите, что в пакете? Белая крызина, фрукта, смотри. Одежда какая-то. Нифига яблоки. Страдивариус. Страдивариус, Жека, Страдивариус. Выкидываю. Опа. Пацаны, чекайте. Колонки. Колонки. Сумка классная вот эта такая, броневая. Друзья, молоко. Молоко отборное, прокисшее. Смотри. Если выпьешь, продришься сто процентов. Вот эту сумку. Ролы я нашел, пацаны, гуляем. Гуляем. Ой-ой-ой-ой-ой, рыбитушечки. Я сейчас хочу попробовать вот эти роллы. Они чуть не перевернули. Целая, целая, посмотри. Охо-хо-хо-хо, сука. Там сырок. Да сырок уже помер. Ролл. Шала целая. Ролл. А вот эта, возможно, будет съедобная. Я сейчас рискну их продегустировать. Но им, короче, дня три походу. Роллом вот эти. Нормально еще. Нормально. Нормально. Ммм, конжутики? Ммм, да. Неплохо, неплохо. Запеченные, да? Да. Люблю запеченные. Но эти я есть что-то не хочу. Ну и зря. Хе-хе-хе-хе. На, помюхуй. Во! Вот это шик. Что там? Увлажнитель вот на звуковой. Рабочий. Только вот, воду только снижай. Нормально. Обалденный. Можно продать. Да. За рублей 900 отлетит на Авито. Нет, что-то эти суши мне не зашли, рыбетушечки. Пошли, пошли, пошли. Куда, куда? Это ко мне? Да. А, стой, тележка. Да, везде. Все, убрали. Ему плохо, он вот это, его, то что там у него хочет взорвать, и не может у него. Вот, палец сует себе тут. А зачем палку посуешь? А у меня пальцы грязные, руки. Воды купи. Во-первых, сходи, купи водички и выпей полтора метра воды. И вот после этого все станете. Хорошо. А палку не надо сувать. Мне, ребят, реально. Эти роллы, ну их нахер. Что-то я не рассчитал свои возможности. Опа. Рыбетушечки. Что за куртка? Ухан какой-то женский опять же. Остин. Нормальная фирма. Остин, норма. Это на продажу можно взять. Нормально. Это, кстати, Нирваны или ничего? Наушники нашел. Опа. Смотри. Ихуя. От айфонов. От айфонов, Влад, блядь. Штребу. От айфона. На Авито такие рублей 800 минимум стоят. Я рабочий. Давай, проверь. Так возьми сейчас и проверь. Оригинальные наушники. Опа, пацаны. Арахис. Не, они вкусные. Работают. Да ладно? Оба работают? А, нет. Это работает, это нет. А. Дезидерант. Акс-эффекта немножечко. Ммм, песня. Ты чё? Чё там? Паук сдохший. Охренеть. Здесь, короче, террариум. Жил паук. И вот там его труп лежит. Жесть. Акс-эффекта, стой. Где он? Вон паук, смотри, сдохший. Где? Жесть, это тарантул. Тарантул. Покажи. Аккуратно, клыки у него сейчас проткнешь перчатки. Охренеть. Мёртвый. Жил здесь. Ребятушечки, тупо тарантул засохший. Как тараночка. Это клык? Получается он кусается? Ну вообще, да, там на них яд содержится. Чё там, чё там, чё там, чё там, чё там, чё там, блядь? Куда, блядь, чё, ступа? Чё там? Смотри, какие штуки нормальные. Чё это? Это вот это, чё? Чё это было? А вы чё, блин, как дикари, блин? Пачка запечатана. Чего? Чего? Хлебцы. 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 Это такой раритет. Да. Будырка на кассете. А это что? Это какие там песни по этапу? Запахло весной. Запахло весной, метелем отбой, хозяин с едой. Ворота, открой! Ну что, итоги, что мы собрали, посмотрим. Короче, самое ценное, что здесь было, это, конечно, пакет Кевин Кляйн. Да ладно, я шучу. Что вообще самое ценное? Вот он. Ну да, это, конечно, моя лучшая находочка. Парогенератор, аквариватель. Самые дорогие. Колоночки старые, но типа в гараж пойдут. Вот этот вот террариум задорого, реально задорого продается. Это для меломана. Это, в принципе, шляпа, но какого-нибудь водителя сойдет. Это я бы не рискнул, конечно, есть, но они запечатаны. Но прям дезик вот. Женский опять. Дневник, записи, и по ним мы будем восстанавливать... Информацию. ...прошлого хозяина. А, кстати, ты же находишь всякие диски? Да. Так, может, ты мне дашь каких-нибудь дисков, чтобы я там информацию... Парылся, посмотрел. Давай, у меня много всего. Давай так сделаем. Куча игрушек, хавка более-менее, причем нормальная, такую, блин, рублей на 500 можно набрать. Смотри, как это просто престижно выглядит, этот мешок. И вот там рюкзачок так лежит, такой хороший. Во сколько ты это все оценишь? Мне кажется, тут на скидочку, ну, тысяч семь, наверное, будет. Вот просто вот за эти три часа. Тысячи брендовый, Остер, Садивариус. Короче, смотри, очень жирно и хабариско вообще выходит, да? Да. А ты нам говорил. Я вам говорил. Что собирать на помоечке, это как-то долго. Это было быстро. Сколько? Час максимум? Час полтора мы ходили? Час три. Нормально. Да, кстати, вообще красота. Нормально. Ну, собирайте теперь сюрприз бокс. Из этого? Да. А что, вообще, самый дешевый бокс можно было бы собрать. Увлажнитель воздуха, если рабочий, я бы положил. Колонки вот эти, Genius компьютерные, тоже пойдут. Ну, фен это такое. Я бы туда кассеты засунул и крепления для телефона. Пацаны, я это оцениваю, короче, все ваши находки тысячи на две максимум. Чего? Да. Чего? Чего? В смысле? Ты чего? Ну, реально, если это на рынке продавать. А если на Авито, можно и подороже. Ну, мы же по Авито, конечно, ждали. Тогда все семь. Ну, бокс-то шесть стоил. Пять. Доставка это уже не мои проблемы. Это последняя кормилица, где я прошелся с ребятами с канала Евг. Сейчас хочу им задать парочку вопросов по поводу того, что они вот на самом деле первый раз в жизни рылись в помойках. Ребят, как вам вообще ощущения? Воняет в помойке, не воняет? Не воняет. Не воняет. Вообще не воняет. А мерзко вообще вот пакеты разрывать. Там особенно, когда разрываешь пакет, и на пальчик наматывается говеная бумажка. Ох. Это приятно. А еще интересно путать бургеры и детские подгузники. Они так похожи на самом деле. Так совпало, что первый раз, когда мы рылись на помойке, у меня насморк сейчас. Поэтому я особо-то не чувствую запаха. Ты азарта хоть ощутил? Да. И как тебе? Вот рвешься, рвешься в помойке, раз такой. Вау, это же наушники, вау, это же это. И, блин, это же классно. Потому что все это стоит денег, а ты нашел это бесплатно. Поэтому это есть азарт в этом, понимаете? Короче, у меня для вас вот такое вот печенье, которое мы до этого нашли. Короче, вам надо его попробовать обязательно, чтобы ощутить помоечку на вкус. Че? А запивать чем? Да так, в сухую. Так, нельзя освещение есть. Давай запивать. Запивать мы не нашли. Ну все, тогда. Молоко же было. Я выкинул его, оно же кислое. Я полу там находил. Ну так-то, на вкус как. Приятные молочные. Халявы. Ради стребуха и его подписчиков, я должен быть окрещённым, посвящённым помоечу на эту жизнь. Поэтому я съем до конца. На. Ребят, для тех, кто не понял, что вообще происходит. Ребята с канала EVG год назад заказывали у меня сюрприз-бокс. Но из-за жизненных трудностей и огромной очереди на сюрприз-боксы с помоечки, я не смог им его вовремя отправить. В итоге прошёл год, я им бокс почти собрал. И тут они приезжают и начинают качать права. Мол, где сюрприз-бокс? Типа я там кидала, но кидать я их даже не собирался. Просто заказов очень до хрена, они заказали вип-сюрприз-бокс, куда я ложу самые топовые находки. А их в помоечке очень мало таких находок. И тяжело эти боксы собирать. В итоге они захотели меня вычислить с помощью Димы. Но Дима меня нифига не сдал. Дима красавчик. Дима всё мне рассказал. И в итоге они приехали, что-то там повыделывались, попытались у меня угнать скутер, но нифига не вышло. Залетайте на их канал по ссылке в описании. Там вышел видос со мной, где они там всё будут рассказывать по поводу сюрприз-бокса. И, кстати, на их канале, не знаю, через месяц, может меньше, выйдет обзор вот этого вип-сюрприз-бокса с помоечки. Теперь я не собираю сюрприз-боксы по той технологии, по которой собирал их раньше. Сейчас я отправляю сюрприз-боксы только по их наличию. То есть, если сюрприз-бокс уже собран, я принимаю заказ и сразу же в течение там пару дней отправляю. Но раньше я делал предзаказ и учитывал пожелания клиентов. Поэтому на сюрприз-боксы никакой очереди нет. Кто успел, тот купил. Ну вот так.